Дорогие друзья, здравствуйте! Продолжаем наши традиционные практические занятия по укреплению памяти, внимания, мышления. Приготовьте, пожалуйста, как всегда, два пишущих предмета, лучше карандаша и лист бумаги. Начнем разминку. На экране вы видите таблицу с цветными словами. Назовите, пожалуйста, цвет, которым написано слово. Красный, желтый, зеленый, синий, желтый и так далее. Если вам нужно, поставьте на паузу экран, чтобы вы могли доделать это упражнение до конца. Постарайтесь, пожалуйста, скорость выполнения задания сделать максимальную для вас, то есть максимально быстро назовите данные слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжаем нашу разминку. Перед вами на экране цветные таблицы с цветными цифрами. Сосредоточьтесь, пожалуйста, своим взглядом на цифре 19. И далее от самой маленькой цифры до самой большой и обратно пройдите, пожалуйста, соберите глазками все цифры. В таблице написаны все цифры, ни одна не пропущена. Начинайте. Если нужно, поставьте на паузу экран, чтобы вы могли закончить упражнение. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, немножко теперь разомнем наши ручки. Давайте с вами сделаем традиционное упражнение для рук. Итак, мы с вами попробуем одна рука кулачок, другая ладошка. И начали. Кулачок, ладошка, ладошка, кулачок. И так 20 раз каждой рукой. Затем меняем упражнение. Одна ручка говорит окей, другая виктория. И так попробуем тоже сделать упражнение 20 раз. Это замечательное упражнение, которое помогает синхронизировать работу левого и правого полушария. Следовательно, наша голова будет быстрее думать, лучше запоминать, лучше себя чувствовать в пространстве. Далее. Посмотрите, пожалуйста, на экран. На экране вы видите слова, написанные разным шрифтом. Прочитайте, пожалуйста, вслух предложенные слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее, дорогие друзья, на экране у нас текст перевернутый вверх ногами. Прочитайте, пожалуйста, данный текст. Итак, вы прочитали перевернутый вверх ногами текст. Надеюсь, справились. Информация была для вас занимательная. Далее у нас на экране 30 слов и 2 минуты на запоминание. Попробуйте, пожалуйста, запомнить максимальное количество слов, используя метод ассоциации. Что с чем у вас ассоциируется, какие слова вы можете скомпоновать друг с другом, может быть, составить рассказ. Давайте попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые друзья, у вас получилось что-то запомнить из предложенных слов. Сейчас давайте их попробуем записать и посмотрим, что у нас получится. Не будьте к себе слишком строги. Сколько получилось запомнить, столько и замечательно. Надеюсь, не сильно сегодня утомило вас заданиями с изображением на экране. Предложу еще одно. Пожалуйста, посмотрите на экран. Вы видите большую картинку. А внизу маленькие предметы, которые спрятаны на данной картинке. Попробуйте найти хотя бы несколько предметов, спрятанные на данной картинке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В завершение хочу вам предложить одно занимательное упражнение. Тоже для нашей памяти, но уже долгосрочной. Давайте оттуда достанем. Вы видите на экране популярную личность, которую наверняка вы точно знаете. Вспомните, пожалуйста, как зовут данного героя, какой у него род деятельности. Может быть, вы знаете его песни в его исполнении, кинофильмы и так далее. Вспомните все это, перечислите. А может быть, даже что-то сможете и подпеть. Хорошего настроения, ярких впечатлений. И до следующей встречи. Но будет еще домашнее задание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Традиционное домашнее задание. На домашнее задание у нас уйдет с вами упражнение, где мы с вами рисуем одновременно двумя руками шесть разных геометрических фигур. Это домашнее задание. Пожалуйста, выполните его. До скорых встреч. До свидания. До свидания.